Данное видео не призывает к насилию. В видео показан естественный процесс кормления молочной змеи. Привет! Мы продолжаем стараться вас удивлять, и поэтому сегодня вы узнаете, что же произойдет, если молочная змея увидит пиявку. Если верить в википедии, змеи могут есть пиявок. Для этого нам понадобится небольшой аквариум, в котором находится имитация песочного грунта. Ну и конечно же сама змея. Это не ядовитый вид. Называется молочная змея. Поперечно-полосатая королевская змея – это ее первое название. Молочные змеи по праву считаются одними из самых красивых змей в мире. Сочетание насыщенных оттенков красного, черного, белого цветов делают их заметными издалека среди густой травы, и в ветвях кустарника, и даже среди камней. Чтобы змея успокоилась и привыкла к новому месту, я сделал укрытие из пластиковой банки, которое я переделал под кору дерева. И такое укрытие змея приняла за безопасное место. Еще для нашего эксперимента понадобится обыкновенная пиявка. Эта пиявка у меня живет уже около двух лет, и успела сняться в нескольких интересных роликах. Например, когда-то я показывал, что будет, если паук-птицеед встретит на своем пути пиявку. Эксперимент был интересен тем, что у паука по всему телу были ядовитые жгучие ворсинки, но для пиявки они не принесли никакого вреда. Пиявка с легкостью забралась на паука и не показывала, что ей там дискомфортно. В другом же ролике про крабовую пиявку была другая пиявка. Там ей повезло умение, и крабы употребили ее в пищу. Теперь нам пора вернуться к теме нашего видео и подсадить пиявку к молочной змее, ведь это действительно интересно. На секунду вы можете поставить на паузу видео и написать комментарий, будет ли атаковать змея эту пиявку или проигнорирует. С другой стороны, будет ли голодная пиявка пытаться присосаться к змее. Напишите свои мысли в комментарии, а позже вы сравните свой результат с происходящим. В некотором моменте мне показалось, что пиявка уже присосалась к змее, но это ошибочное мнение. Дело в том, что тело змей покрыто плотными чешуйками, которые скорее всего невозможно прокусить зубами пиявки. Змея на первый взгляд не заинтересована пиявкой и проползая мимо нее не показывает свой интерес к пиявке. За это время пиявка успевает присосаться к змее во второй раз, но не на долгое время и змея ее скидывает с себя. Это доказывает один интересный факт, что пиявки не могут присосаться к коже змеи и не каждая змея готова употреблять в пищу пиявок. Возможно вы скажете, что змея была сытой и не хотела ничего употреблять в пищу. И для подтверждения моего вывода, я решил дать змее ее любимое лакомство. Это мертвые новорожденные мышата, которых продают в замороженном виде в зоомагазинах, как корм для змей. Змея практически моментально схватила мышонка и было заметно, что она не хочет его отпускать и значит с аппетитом у этой змеи все в порядке. Питаются молочные змеи мышами, крысятами, цыплятами, иногда поедают мелких ящериц. Необходимо также давать витамин на минеральные подкормки, что особенно важно для молодых растущих змей. И теперь у меня к вам вопрос. Хотите ли вы посмотреть реакцию этой змеи на мелкую ящерицу? Если вы действительно хотите такое видео, напишите в комментарии слово хочу и обязательно поставьте лайк на это видео. Я надеюсь оно было для вас интересным. А на этом у меня пока все. Всем пока.